МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Дорожные войны. Страшное ДТП в Самаре унесло еще одну жизнь. И ночью будет свет. В Самаре монтируют новые опоры для освещения жилых кварталов. Шутки природы. Ждать ли зимы в декабре или готовиться к внеочередному пляжному сезону? Бутлегеры общероссийского масштаба в Волжском районе закрыли крупнейший за последние годы подпольный завод, где производили контрафактный алкоголь. Его здесь выпускали в промышленном количестве. В сутки больше 65 тысяч бутылок. Поражают не только объемы производства, но и оборудование. Чего только стоят три электронные линии, где все процессы автоматизированы. Такие есть только на крупных алкогольных заводах. По данным МВД, водка фурами увозилась в Саратовскую область, а также в Самару и Сызрань. Задержаны 47 рабочих завода. В основном это мигранты из стран ближнего зарубежья. Кроме того, силовики арестовали двух организаторов незаконного бизнеса. По словам начальника областного полицейского главка Сергея Солодовникова, масштабы незаконного бизнеса заставляют задуматься о том, кто создал условия для его развития. В отделе полиции Волжского района назначена проверка. Я еще раз говорю всем тем, кто хочет сегодня на территории области продолжать этот бизнес. Будете все сидеть. Значит, мы не дадим никому здесь заниматься подпольным производством алкоголя. Меж тем появилась инициатива разрешить продажу слабоалкогольных напитков после пяти часов воскресенья. По мысли Минэкономразвития, именно этот запрет приводит к сокращению легального оборота и расширению теневого рынка. Из-за него сокращаются поступления в бюджет. Силовики эту идею не поддерживают. ДТП в Самаре унесло жизнь 32-летней женщины. Авария произошла на пересечении коммунистической и клинической. По данным инспекторов ДПС, водитель Мазды пытался повернуть налево и не пропустил встречный внедорожник. Столкновения избежать не удалось. От сильного удара машина отбросила к тротуару. Никто из пешеходов не пострадал. Травму получил водитель Мазды. Его с переломом ключицы отвезли в больницу. А женщина-пассажир Мазды погибла на месте. У нее остался несовершеннолетний ребенок. Сотрудники ДПС пока не спешат с выводами, кто виноват в трагедии. По факту ДТП в данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Движение на улице Полевой восстановлено. Около двух часов дня там произошло ДТП. Водитель автобуса неожиданно выехал на трамвайные рельсы и врезался в столб, верхняя часть которого повисла на проводах. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Обошлось и без повреждений автомобилей. У автобуса треснуло лобовое стекло. Во время ликвидации последствий ЧП движение по улице Полевой было затруднено. Образовалась пробка. Но уже через несколько часов аварию устранили. Ситуацию на дорогах осложнил и сегодняшний снегопад. Самару вообще весь ноябрь бросает то в жар, то в холод. Побиты температурные рекорды за последние 80 лет. Валерия Макарова узнала, ждать ли нам погодных сюрпризов в ближайшие дни. Внезапная метель уже не удивляет самарцев. В этом месяце снег ложился пять раз, но долго не задерживался. Сложно припомнить, чтобы в ноябре было так тепло. В 60-х, начало 70-х годов. В ноябре уже морозы стояли. И снега было валом. А сейчас погода поменялась как? Сейчас должен был идти снег и лежать. Он уже вообще должен, по идее. А круглые сутки дождь шел. Сутки дождь шел вчера. Или снег, или дождь. Вот так мы только каждый день живем. Погода преподносит сюрпризы буквально каждый день. Я вот, например, не успела переодеться из осеннего пальто. Ведь вчера в городе было плюс 10, а сегодня Самару заметает. Впрочем, снег через несколько минут начал таять под каплями дождя. Кажется, непогода в этом месяце действительно в моде. За весь ноябрь солнце светило лишь 10 часов. Вместо положенных – 47. А в среду побит температурный рекорд. Так тепло в городе не было последние 80 лет. Так что же происходит в небе над Самарой? Мощный циклон. От этого циклона фронты. Разные участки, холодные, теплые сектора фронтов. Поэтому снег, дождь, мокрый снег. У нас период как раз переходный от осени к зиме. Поэтому, в общем-то, такая погода характерна для этого периода времени года. Такая же переменчивая погода ждет нас ближайшую неделю. Но в выходные солнце все же покажется из-за туч. Температура днем от нуля до минус семи. В первых числах декабря потеплеет и снова осадки. Валерия Макарова, Алексей Золотенков, Григорий Плешаков. События. Им никакая погода не помеха. В самарских дворах монтируют уличное освещение. Поставить световые опоры, провести кабель, установить фонари. Дел рабочим хватит на несколько дней. В дворе, где скоро ночью будет светло, как днем, побывала Алина Чемерис. Буровые установки в самарском дворе как символ светлого будущего. Скоро здесь будет ясно круглые сутки. 15 световых опор по два фонаря на каждой расстоянии отмеряют так, чтобы ни один квадратный метр не остался в темноте. Пока здесь устанавливают столбы, светильники появятся позже. 30 лампочек мощностью по 100 ватт. Настраивать их будут с ювелирной точностью. Мы устанавливаем кронштейны с разным разворотом. Допустим, двухрожковые есть на 180 градусов разворот, есть на 90. Ну и, соответственно, смотрим, чтобы не слепило в окна и освещало хорошо двор с обоих сторон. Там, допустим, и газон, и дорогу. Девятиметровые столбы на четверть закапывают в землю с ними. Работники муниципального предприятия «Самары Горсвет» справляются лихо. Главное – надеть каску, внимательно проверить крепление и не стоять под опорой, когда она еще не коснулась земли. Закрепив, фонарные столбы забетонируют. Опоры надежные, уверяют монтеры. Чтобы ровно установить опору, рабочим нужен отличный глазомер. Они выбирают на местности ориентир, скажем, угол дома, и уже по нему выравнивают столб. Жители, увидев в своем дворе рабочих, приятно удивились. Теперь, говорят, возвращаться домой или просто прогуливаться по двору будет и приятно, и, главное, безопасно. Мне кажется, хорошо будет, хотя бы видно, куда идешь. Особенно, когда зимой все темно, трудно сориентироваться в пространстве. Конечно, сходить удобнее будет. Постоянно лужи, постоянно лужи. Ничего не видно, дорогу не видно. Идем, тут и дети гуляют с матерями, постоянно спотыкаются. Закончить работы на улице Советской Армии сотрудники муниципального предприятия «Самара Горсвет» планируют до конца недели. После чего понесут лучи света дальше, во дворы промышленного района города. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Ситуацию на «АвтоВАЗе» обсудили губернатор Николай Меркушкин и депутат Государственной Думы фракции КПРФ Леонид Калашников. За 10 месяцев этого года завод произвел более 400 тысяч автомобилей. Предприятие постепенно наращивает свою долю на рынке даже в непростой экономической ситуации. Глава региона подчеркнул, что для завода и всего российского авторынка очень важен выпуск новых автомобилей «Лада Веста» и «Лада Икс Рей». На встрече губернатор выразил желание приобрести «Весту» в личное пользование. А сейчас коротко о других темах дня. Представители национальных диаспор встретились с начальником областного главка МВД Сергеем Сладовниковым. Участники обсудили дальнейшее сотрудничество, проблемы безопасности и предотвращение межэтнических конфликтов. Представители общин смогли задать интересующие их вопросы в неформальной обстановке. Алексей Гриншпун получил 9 лет колонии. Ранее собственник обанкроченного свинокомплекса СВ Поволжское был осужден на 3 года колонии-поселения за невозврат кредита. Сейчас к этому приплюсовалась ответственность за преднамеренное банкротство и вывод активов холдинга. Ленинский районный суд Самары признал бизнесмена виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет колонии. А с учетом приговора по предыдущему делу срок вырос до 9 лет колонии строгого режима. Также он заплатит штраф в размере 700 тысяч рублей. 100 тысяч рублей заплатит осада жительнице Самары. Такое решение вынесут Красноглинского района. Женщина получила травму, поднимаясь из пешеходного перехода под московским шоссе в поселке Мехзавод. Агентство по содержанию дорог отвечает за безопасность сооружения. Но из-за того, что ступеньки были полуразрушены, женщина упала и была госпитализирована. Судья она потребовала возместить ей 300 тысяч рублей. Суд снизил эту сумму до 100 тысяч. Осада рассчитывает обжаловать решение. Самарский дом промышленности будет законсервирован, сообщает Министерство имущественных отношений региона. Здание, построенное в 1936 году, находится в аварийном состоянии. В ближайшее время его покинут все арендаторы, после чего дом промышленности отключат от всех коммуникаций. Самарские туристы могут приобрести авиабилеты в Италию по низким ценам. Полетную программу из столицы губернии в Милан запускает лоукостер «Победа». Отправлять жителей 63-го региона в Италию низкобюджетный перевозчик будет через Москву. Зарплаты бюджетников Самарской области могут вырасти в следующем году, а расходы на содержание госаппарата, напротив, сократятся более чем на 9% по сравнению с текущим годом. В проекте областного бюджета предусмотрены деньги на повышение зарплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, педагогическим и социальным работникам, а также работникам культуры. Участники заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рекомендуют профильным министерствам найти возможность повысить зарплаты муниципальным и госслужащим. В первом полугодии этого года уровень зарплаты бюджетников достиг показателей, определенных указом президента, кроме педагогов дошкольных учреждений. В целом ситуация удовлетворительная, считает вице-губернатор Самарской области Александр Нефедов. Задача в следующем году – планку не снижать. Залог здоровья – профилактика, утверждают самарские врачи. Чтобы не стать жертвой онкологии, советуют каждый год проходить осмотр. Сдать кровь и все необходимые анализы можно в любой городской поликлинике. Чтобы наладить работу на местах, многопрофильная бригада онкологов проводит плановые встречи с сотрудниками медучреждений. Проверяют документы, состояние оборудования, качество работы врачей. По статистике, у женщин чаще всего диагностируют рак груди, у мужчин – рак предстательной железы. Чтобы болезнь не привела к самым печальным последствиям, врачи советуют с 18 лет ежегодно проверять свое здоровье. Опухоль, так называемая наружная локализация, которую можно увидеть глазом, нащупать пальцем, определить на основании этих скринингов, то есть каждая третья-четвертая опухоль, она выявляется на ранних стадиях как раз благодаря вот этим скринингам. То есть у людей нет жалоб, а мы уже фиксируем факт наличия опухоли, можем предложить ему радикальное лечение. Безграничный праздник. В Самаре с Днем матери поздравили тех, кому физический недуг не мешает воспитывать талантливых детей. В одном строю с ними и женщины, сумевшие приобщить к знаниям и творчеству детей-инвалидов. Всего благодарственные письма и памятные подарки получили 15 семей. Прежде чем матери героини поднялись на сцену за заслуженными наградами, в фойе Дома культуры железнодорожников прошла выставка. На ней работы детей, которых рисовать, вышивать и плести макраме, научили именно мамы. Бывает, скажем, инвалидность такая, которая не позволяет той же маме выйти из дома. Но, тем не менее, стараются любыми путями воспитать своего ребенка именно человека. Эти люди, они не опустили руки, они перед трудностями не пасуют, и это самое главное. Ребенок требует всегда очень много внимания. Здоров он, болен он, он всегда требует внимания. И вот от мамы нужно душевное тепло прежде всего. У нас вот эта организация, общество инвалидов, соответственно, входит в общественный совет при Думе городского округа Самары. И каждый депутат старается помочь вот этой организации. Поэтому мы совместно решаем общие проблемы. Фотография и автограф от футболистов крыльев советов. Читатели «Самарской газеты» получили такой подарок, подписавшись на печатные издания на первое полугодие 2016 года. О сюрпризах, которые ждали самарцев на главпочтамте, расскажет Сергей Кизоркин. Елена Кирюшина без «Самарской газеты» не может прожить и дня. Вот уже 15 лет она постоянно и ее читатель. Сегодня пришла на почту оформить очередную подписку на полгода. Цена доступная, рубрики на любой вкус. И городские новости Елена узнает не от бабушек во дворе, а с первых полос «Самарской газеты». Это глаз города, газета, освещает все. И культуру, и все наши трудности, и помощь от администрации нам помогает. У каждого дома стучатся, мы стучимся, он нам помогает. И очень много, конечно, детям внимания уделяет в этой газете. И дачникам тоже. Ну как без такой газеты жить? Никак. Тираж «Самарской газеты» увеличивается год от года, растет популярность, издания постоянно модернизируются, появляются новые рубрики. Но главное остается неизменным. Это действительно газета «Наша с вами». Для нас нет мелких тем. Для нас темы нашего двора, нашего дома. Также важны, как важнейшие политические решения, принимаемые президентом нашей страны. И в этом смысле всю эту информацию мы нашим читателям всегда даем. Поэтому это действительно газета, которая делает новости, городские новости вместе со своими читателями. Так и было, так и останется. Ярослав Абанцев и Тарас Бурла газеты читать любят. Футболисты «Крыльев Советов» так коротают время в аэропорту или в самолете. Привычка узнавать новости из газет осталась еще с детства. Я все, в принципе, читаю. И про спорт, и про политику, и про простую жизнь. В принципе, все интересно. Читатели, оформившие подписку на «Самарскую газету», не ушли без подарков. Футболисты подарили билеты на ближайший матч «Крыльев Советов». Фотографировались и раздавали автографы любителям английской игры. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Басы 21 века. В Театре оперы и балета фестиваль под таким названием впервые прошел в Самаре 10 лет назад. И с тех пор неизменно собирает аншлаги. Неудивительно, когда еще у самарской публики будет возможность насладиться оперным искусством от лучших вокалистов страны. Лариса Шлафаст не упустила шанс. Самарская публика в ожидании. На сцене выступят лучшие басы страны. Фестиваль оперного искусства проходит уже в десятый раз и опять в зале «Аншлаг». В программе фестиваля знаменитые оперы Борис Годунов и Аида. Музыка Сверидова вообще очень красивая. И романсы хочется послушать. Так что надеюсь, что очень приятно будет послушать все выступления. Просто хочется узнать, какие у нас в 21 веке хорошие голоса. Россия по праву считается страной басов. Великий Шаляпин, Максим Михайлов и Григорий Пирогов. Бытует мнение, что сама природа русской земли рожает эти мощные голоса. В отличие от Италии, богатой на сладкоголосые тенора. Фестиваль басы 21 века был создан, чтобы показать уровень самарских певцов ничуть не ниже столичных. Солист Самарского театра Андрей Антонов принимает участие в фестивале с первых лет его существования. Три участника всего было в первом фестивале. И он был такой российского больше значения. А сейчас и спектакли у нас, и галоконцерты, и просто концерты большие. К выступлению готовятся и приглашенные гости. Басы из Санкт-Петербурга и Москвы. Заслуженный артист России Владимир Кудашев в Самаре уже в четвертый раз. Говорит, выступать здесь особенно приятно. В этом году первый концерт фестиваля посвящен 100-летнему юбилею композитора Георгия Сверидова. Многие произведения автора требуют большой подготовки. Сверидова просто так с кондачика, конечно, не возьмешь. Это очень сложные произведения. Со стороны кажется, что просто так вот взял, вышел, человек поет. И никаких там, никаких вокальных проблем нет. И, скажем там, тоже смысловых проблем. А просто так спеть его невозможно. То есть здесь нужен очень серьезный труд. В столице басового пения Самара будет одну неделю. Завершится фестиваль большим галоконцертом 3 декабря. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Звездная встреча. Знаменитый баянист Сергей Войтенко провел творческий вечер для учеников детской школы искусств. Пообщаться с артистом и послушать небольшой сольный концерт ребята смогли благодаря городскому проекту «История музыкальной Самары. История моей малой родины». Его цель – познакомить ребят с земляками, которые добились творческих высот. На музыкальные встречи побывала и Алина Чемерес. Маэстро музыку. Творческая встреча Сергея Войтенко с учениками детской школы искусств номер 5 началась с импровизации. Известный баянист-композитор и продюсер сыграл дуэтом с юным музыкантом Денисом Анисимовым. Волновался, как на конкурсе делится начинающий исполнитель. «Волновался, что не получится, там ошибусь, а потом почувствовал, что все свое, можно тут открыто играть. Надо ласково играть, с акцентом, всегда выразительно». Сергей Войтенко раскрывает ученикам несколько профессиональных секретов. «Надо с любовью все делать. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Вот по этому принципу надо жить всем». «Если студент любит инструмент, любит заниматься и получает от этого удовольствие, несмотря на то, что занимается по 8 часов в день, то вот результаты сказываются потом на деле». В репертуаре Сергея Войтенко не только пьесы на баяне, но и вокальные композиции. В январе музыкант планирует снять клип на новую песню. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Блеск камней и сияние драгоценных металлов. Более 70 производителей ювелирных украшений из самых разных уголков России представили в Самаре эксклюзивные украшения. На выставке, которая открылась в Экспо-Волге. Искушение купить все и сразу на себе испытала Марина Кравцова. Тончайшая красота православной бусины с молитвами, церковными символами и ликами святых. Ожерелья или браслеты с ними призваны защищать и оберегать владельца. Как и искусные подвески из серебра с глубоким злочением именной коллекции «Наши небесные покровители» и «Ангелы-хранители». На одной стороне лик небесного ангела, с другой – образ святого. А необычные кольца с тематической символикой должны придать гармонии отношениям. Уникальные украшения со смыслом и с душой привезли московские мастера-ювелиры компании «Покрова». Новинка – коллекция крестов с эмалью. Все авторская работа из лучших художественных мастерских. Как говорят организаторы, «Самарская жемчужина» – это эмоциональный допинг, так необходимый перед новогодними праздниками. Конечно, наши замечательные дамы смогут найти не только жемчуга, но и всю палитру разнообразных украшений, прежде всего авторских. То, чего невозможно приобрести в наших торговых центрах и магазинах в обычное время. Ассортимент рассчитан на самый разный достаток. Доступные изделия из серебра не уступают по мастерству исполнения дорогим золотым. Участники выставки – сами производители. Она и носит межрегиональный характер, и производители здесь представлены очень широко, что позволяет увеличить товарное предложение этих праздничных вещей, драгоценностей в городе Самара. Выставка «Самарская жемчужина» в Экспо-Волге продлится до 29 ноября. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. А сейчас пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Волейбольная «Нова» потерпела четвертое поражение в чемпионате Суперлеги. Баскетбольная «Самара» едет на Дальний Восток за победой. «Самара» уезжает на Дальний Восток, ей предстоит две игры. Первый соперник – Сахалин, второй – Спартак Приморье из Владивостока. Островитяне встречают Волжан в роли лидера национального чемпионата Суперлеги – спартаковцы-аутсайдеры. Тем не менее, по мнению главного тренера Самарского клуба, восточная серия игр не будет легкой прогулкой. Нужно пройти правильно акклиматизацию и настроиться на оба матча со всей ответственностью. Перед предстоящими играми «Самара» занимает пятое место в турнирной таблице. Каждая игру считаю, что она самая главная. И учитывая то, что команда Сахалина имеет очень опытный состав, преимущество, я думаю, на стороне Сахалина. Но каждая отдельная игра зависит прежде всего, как мы ее построим и как мы будем бороться за победу до конца. Новокуйбышевские волейболисты потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате Суперлеги на сей раз в гостях. Ново уступила «Локомотиву» из Новосибирска. Волжане смогли выиграть только первую партию 25-23, а остальные уступили. Общий счет 1-3. И «Нова» оказалась на самом дне турнирной таблицы. «Локомотив» на первом месте. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго! До встречи! Субтитры подогнал «Симон» «Симон»